Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 января и я вплотную приблизилась к сроку посева своих ранних, для раннего урожая, перцев и томатов. Завтра, 25 января, я буду сеять первые перцы, это для получения раннего урожая, для теплицы. А послезавтра, 26 января, я буду сеять первые свои томаты, тоже для теплицы, для получения раннего урожая. И тут я как раз хочу про томаты вам сказать, что выбор сорта очень важен. И еще раз повторю, особенно для начинающих, что для получения раннего урожая я выбираю только неприхотливые сорта, чтобы было меньше хлопот, чтобы легче их вырастить, чтобы получить качественную рассаду. И вот как раз тут мне пригодились томаты, которые, ну вы уже знаете, кто смотрит мои видеоролики, на которых я проверяла всхожесть и которые оставила и буду на них показывать. И как раз уже первая причина, по которой нужно выбирать неприхотливые сорта для ранних посевов, первую причину уже можно посмотреть на лицо. Вот смотрите, я их ровно сутки назад распекировала. И так получилось, что у меня так удачно сложилось, что тут есть сорта и неприхотливые, которые я для получения раннего урожая использую, и капризные, высокие, которые я не рекомендую вам высаживать в такие ранние сроки, особенно в январе. Я вот эту вот свою табличку сейчас еще раз покажу, которую для теплицы я делала. И вот тут у меня написано Демидов, Настенька, Клуша, потом Госпожа Удача. Тут что еще у нас? Короче, все вот эти сорта, которые у меня отмечены красным цветом, которые я сею рано, за которыми нужен будет такой уход повышенный, они все я уже на основании многолетнего вот этого опыта, на основании ошибок, когда я высокорослые садилась, с ними мучилась. Все эти сорта у меня остались только низкорослые, только детерминатные и только толстоногие. Я уже объясняла почему, потому что они не вытягиваются в рассаде, они очень неприхотливые, и на неблагоприятные такие условия, и на перепады температур, и на другие условия почти не реагируют. Вот можем посмотреть. Вот это вот стоит сорт Демидов, но я сразу оговорюсь, что из-за того, что их было очень мало, а места в лотке много, я не стала их выкидывать, как я всегда говорю, что я делаю выбраковку, и я воткнула их все просто чисто, чтобы место не пустовало, пусть растут все. И вы вот на таких крохотулик внимания не обращайте. Вообще при нормальной пикировке, когда я для себя, для выращивания в теплице делаю, я оставляю, конечно, только вот такие здоровенькие. Если это малыш маленький, значит, что-то семечко было слабое или что-то ему не так. Такие, конечно, я не взяла бы, но сейчас они у меня растут все. Раз меня попросили, пожалейте, не выбрасывайте, я их не выбрасываю, пусть это будет как учебное у нас способие. Вот смотрите, Демидов, он как стоял до этого в лотке, так и стоит. У него не привял листик, не побледнела семидолька. Обычно, когда что-то не нравится томатом, у них сразу начинает семидоли желтеть. И вот Казанова, про который я говорила, что он высокорослый, его в ранние сроки лучше не высаживать. Это уже проверено на себе, они вытягиваются, они делаются длинными, под какую бы лампу их не садим. Посмотрите, что с Казановой стало. Вы видите, что цвет семидоли уже отличается сразу от основных листьев. Они пожелтели буквально сразу. Во-первых, у них листики вот эти вот, ну, наверное, вам не передать, не видно, вот эти листики стали у них как бы вот так вот, как скукоживаться, сворачиваться. Им уже не понравилось, что я их выдернула с одной земли и посадила в другую, воткнула. Вот они так реагируют. Это сразу видно, что сорт капризный. Видите, рядом сидит таймыр, он весь равномерный по окраске. Что он там сидел в маленьком лотке, что в этом. Они вообще не реагируют никак на пикировку. Они также не реагируют на понижение температуры, на повышение температуры. А Казанова в прошлом году в теплице у меня начал сильно кучерявиться. Вот у нас стояла сильная жаркая температура, он кучерявился у него, гнулось всё. И это во-первых. А во-вторых, смотрите, какая большая разница. Или вот эти стоят, маленькие, крепенькие. Или вот эти вот вымахали. Это им ещё месяца нет. Но только месяц. Эти можно было бы ещё не пикировать и держать в одном лотке. И для ранних посевов это очень важно. Вот их можно посеять в один лоток. Тогда, когда места мало, сейчас будут перцы ранние, сейчас будут томаты. И так как ещё темно, у нас днём не хватает света, возможно, у вас оборудовано всего одно место какое-то. Вот, например, на окне или на стеллаже с одной лампой. И очень важно, чтобы туда вошли они все. А вот такие, как сказать, высокорослые томаты, их, конечно, пикировать придётся в более ранние сроки. Эти вот месяц почти простояли. Они бы ещё полмесяца простояли. И вот поэтому разница видна между такими сортами сразу. Я просто вот от души советую начинающим огородникам, кто вот, например, первый раз вот хочет получить ранний урожай, но не знает выбрать, какие сорта. Пожалуйста, от высокорослых, у которых написано, что они 2 метра в высоту, откажитесь первый год. Научитесь вот на таких вот. Все приёмы, уходы, как выращивать, как пикировать. Вот с такими хорошо получится. На следующий год возьмите такие. Вот у меня многолетний опыт выращивания рассады. И то для раннего урожая. Вот эти вот я сразу отметаю. Слишком хлопотно. Я вот в прошлом году сибирский изобильный посадила для раннего урожая вместе вот с госпожой удачей, с Демидовым. Я с ним намучилась. Он вымахал, не знаю, сантиметров 70, наверное, было в рассаде. Но представьте, 70-сантиметровая рассада, которая в полчеловека. С ней нужно что-то делать. И во-первых. Во-вторых, она теряет качество, потому что, ну как в длину её нужно. Я подвязывала их прямо дома к палочкам, к колышкам, чтобы они не падали, чтобы они не ломались. Даже перенести, например, из дома в теплицу. И то проблематично. Они заваливаются. Но будет много проблем. Поэтому сразу говорю, если он 2 метра в характеристиках, в описании, лучше от него отказаться. И знаю многих людей, которые для получения раннего урожая используют только низкорослые вот такие. Только детерминатные сорта, с которыми нет проблем. Если вы уж посадили рано, и если это сопряжено с какими-то дополнительными уходами, с какими-то трудностями, ну давайте хотя бы немного уменьшим эти трудности. Не будем сами себе их создавать. И выберем сорта действительно неприхотливые. Ну и, конечно, я не говорю, что прям вот категорически нельзя высокорослые высаживают и крупноплодные, и высокорослые. Ну вот я иду таким путем. Самый-самый первый ранний, вот который послезавтра буду 26 января сеять, вот самый первый ранний урожай, я получаю только с таких сортов, именно с неприхотливых. Я не называю сейчас, какие эти сорта, просто говорю, что они должны быть невысокие до метра высотой. Лучше всего с толстым стеблем, вот с такими смесистыми, с такими листьями, которые и к похолоданию легко относятся, легко переносят, и пикировку, и пересадку, потому что им придется пережить очень многое. Весной, особенно в холодных регионах, погода непредсказуемая, они легче переносят холод, они легче переносят жару, они не вянут при подмерзании, они отрастают. Их легче укрывать, что самое главное. Или вы вот эту вот, которая вымахает вот так в метр уже весной, или ее как-то упаковывать на случай заморозка, вдруг мороз, или вот эти, на них просто нетканку кинуть, они даже не гнутся под нетканкой, потому что они толстые, как дубки. Они во всех смыслах для раннего урожая подходят, для получения раннего урожая, для ранних посевов. Все. Надеюсь, тех, кто этим не занимался, ни разу убедила. Я специально вот сниму сейчас видеоролик, чтобы выбрать неприхотливые сорта для раннего урожая, и потом не мучиться с ними. Да, у них не такие крупные, огромные плоды, но крупные плоды, огромные, мы подождем чуть позже, потому что крупные, огромные, они все равно для раннего урожая не подходят, потому что у них более длительный срок вегетации, и так рано, как нам хочется, они у нас не созреют, даже если мы их рано посеем. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот именно предостережение, что для ранних посевов выбирайте неприхотливые томаты. Низкие, крепенькие. Их и от мороза укутать легче, и сами по себе они более стойкие. Все.